МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Лето поменяло географию Турция, Греция Мы его привозим в фотографиях В ракушках, в специях Небо бит и звездочная скроется И загар смоется Запах пахло в иномняше И шубы с разградашей Вот и все, что вспомнится о нем А мне милее лето То, что в плавке с якорем одета Лук в цветах и васильки в букетах Чай и бабушкин пирог А после него Зову сам пищи сладкой Мой самый первый поцелую краткой И адрес с надписью пиши в тетрадке Адрес детства моего Адрес детства моего Лето детства моего Добрый вечер, дорогие друзья! Здравствуйте! Ваши аплодисменты! Сегодня юбилей! Это большой праздник! Еще вчера бы мы с Евгением сказали бы С наступающим праздником! Но сегодня мы говорим Ура! С праздником праздник начался! Да Знаете, сегодня пять лет Моему любимому сериалу Сваты Это правда Одна только помарочка, Евгений А почему это Твоему любимому сериалу? А чьему же, Владимир? Моему! Евгений, я знаю полностью Весь сериал Сваты От курки до курки Из первой серии Я знаю все! Хочешь? Пожалуйста! Пожалуйста, произнесу! Студия «Квартал 95» представляет Автора идеи Эти красивые мужчины Эти красавцы! Хватит! Я уже понял Не надо дальше продолжать! Спасибо! Но все равно Я люблю больше сериалов Потому что Если бы не Сваты Я бы даже с друзьями не виделся А так ничего Домой пришел Жене Сваты включил Взял чипсы, пиво И к друзьям Ну, Сваты смотреть Естественно А куда же Евгений, а что вы говорите? Это мой любимый сериал Если Между нами, конечно Девочками Пожалуйста, да Я свою жену в постели Случайно два раза Валюхой назвал Интересно Валюха Жену назвал Да и себя В честь сериала Женечкой назвал Ты себя? Да А до этого кем ты был? Жека Вот такое отличие Да А ничего, что Женечка девочка? А я и не собираюсь останавливаться, Владимир Ну, все понятно Я предлагаю не ссориться, дорогие друзья Сегодня Юбилей нашего Любимого Всенародно обожаемого Сериала Сваты Ура! Да И вообще Я предлагаю сделать этот праздник ежегодным Красный день календаря Официальный праздник Это правда Ну, вот смотри День милиции есть? Есть Есть Что там? Международный женский день есть? Есть Даже есть день пасечника Да? Да Причем удивительно Вы знаете, самого пасечника уже пару лет как нет Да А праздник остался Ну, все тогда решено Сегодняшний день будем считать международным днем сватов Тем более повод такой Пять лет! Боже мой! Ура! Боже, сколько сегодня героев Все герои сватов Сколько звезд И ты случайно попал на этот праздник Внезапно, да Ничего страшного Итак, начнем Пожалуйста Дорогие друзья Рады вам представить первого героя сватов Это кладезь юмора Это ходячая википедия Или как он сам о себе говорит Ходячая википедия Да Это человек, который за словом в карман не полезет И за шуткой тоже в книгу анекдотов не полезет Дамы и господа Иван Степанович Будько Внимание на экран! Ой, как бы мне такое ложе Когда был я помоложе Без оконцев, без биртов Полна хата францов Молодец Молодец Да я столько поел А ты постоянно ешь Что тебе не мыться теперь шули, а? Я тебя в магазин за сынами посылаю А это шо, говядина шоу По русскому обычаю 5 граммуляк для приличия Змей А я зверь Человечный полу Правильно Тягивы по себе знают Замминистра иностранных дел ПГТ Кучугуры Посольство Кении Как говорил Кагарин Поехали! Дорогие друзья, встречайте аплодисментами Народный артист России Федор Добронравов! Город Расставил сети, чтобы выловить нас Пробки И в этих пробках каждый третий увяз А где-то лето до рассвета Спит в гамаке И перламутром красит утро Волны в реке Море Я растворяюсь в этом море людей Сколько Еще до отпуска зачеркивать Не перевернуть бы Наши судьбы Вещи собрать Навстречу лету Взять и убежать Завельгают Километры Кинолентой Не удержать Все тревоги Оставляя где-то За порогом По пудным ветрам Встретит лето И невзначай Шепну я городу Прости Прощай Прощай Браво! Прощай Браво! Спасибо Браво! 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 Боже мой. Я, знаете, я прям комплексую. Вы измените меня, пожалуйста. Я просто не могу удержаться, не использовать эту возможность. Можно сфоткаться с вами? Нет, вот так, пожалуйста, если можно. Жень, ты нормальный человек? А что такое? Ну нравится мне. Вот скажите, пожалуйста. Да. Виктор Федорович. Ой, простите. Федор Викторович. Мне просто с этой сцены привычнее говорить Виктор Федорович. Да, ну и я тоже привык. У меня старший сын Виктор, потому что меня иногда Виктор Федоровичем называют. На. Не обращайте внимания. Мне просто привычнее ржать, когда вы шутите. Похоже, похоже. Очень похоже. Ну это Иван так смеется. Я-то на самом деле более интеллигентный человек. Я примерно так. Мне кажется, я единственный из вас, который действительно интеллигентно смеется. Федя. Ван. Да. Скажите, пожалуйста, вот часто бывает, чтобы на улице к вам вот такое что-то приставало, а можно сфотографировать? Ну такое, это эксклюзив, конечно, такое не пристанет. А-а-а-а, да. Вообще, конечно, да, после этого сериала очень много людей подходит благодаря, очень много. Я недавно был в Нью-Йорке и со странной формулировкой человек подошел, просто спросил, на русском говоришь? Я говорю, да. Ну это он, это он. Это куда-то по Бродвее убежал. А какие еще были забавные истории? Наверняка, кто-то звонил, кто-то писал. Ну да, были, конечно. Я недавно был в Таганроге и понял, что мы занимаемся хорошим делом в отношении этого сериала. Я так думаю, что, дай бог ему, долгих лет еще существования. Я был в Таганроге недавно на гастролях, и в прямом эфире женщина позвонила и благодарила за этот сериал, и слышу, что она плачет. Я говорю, успокойтесь, все хорошо, думал, что от волнения, а она говорит, нет, дай вам бог здоровья, спасибо большое, спасибо, спасибо, спасибо. У меня сын мой, он родился и не разговаривал до 7 лет, посмотрел сваты и заговорил, так что... Круто! Вот что сваты животворящие делают. Сейчас ему 9 лет, и он замечательно разговаривает, поэтому думаю, что хорошим делом мы занимаемся. Это замечательно, замечательно. А вот Женька как и до сватов не очень говорил, так и сейчас, да? Всего, да, это нормально разговаривание. Спасибо вам большое, громкие аплодисменты за то, что вы... Спасибо. Сыграли, прекрасно сыграли эту роль глава семьи Будько. Да. Но вы не самый главный в этой семье. Есть человек, который руководит даже этой главой. Да. Как говорится, и швец, и жнец, и с зеленым змеем борец. Да, дамы и господа. Народная валюха Будько. Внимание на экран. Почему вы хотите произвести? Да и ты сейчас в гротку заканул. Открывай, сказала! Не открывай. Открывай. А с утра и валяйся на диване. Если я сейчас встану, то ты ляжешь сюда на каталог. Женька-то рядом. Если лягу, то точно через 9 месяцев тебя сюда везти придется. А вот кто ж там в горе? Валюха, ты что, обалдела? Ты что, я обалдела? У тебя повылазила! Не, вот. Сдают. Народная артистка России Татьяна Кравченко! Встречайте! Какой поход, Карин! Красота! Ваши аплодисменты! Здрасте! Датьяна, я знаю, что вы с техникой, собственно говоря, на «ты». Вы не знаете, что вот это за функция? Не знаете? Жень, я тебя просил, не начинай. Вот. А, все, я разобрался уже, спасибо. Мы вас обожаем. Ну, вы это знаете, вы это чувствуете, вы это слышали по аплодисментам 4 тысяч людей. Хотя я думаю, да, идите сюда, не стесняйтесь, вы это заслуживаете. Ну, заслуживает же, ну, правильно? Да. Вот скажите, какие черты нашей любимой валюхи вы воплотили в жизнь? Какие черты вы применяете в жизни? Валюхи, я? Ага. Ну, скорее, валюха у меня. Вот. Так будет правильно. Ну, я, конечно, и валюхи. Да. Ну, как? Ну, я, например, также люблю накормить всех. И как следует, вкусно, чтобы было, чтобы было много. Вот. И чтобы было народу много. Также, вот, поплакать люблю. Это мы видим сейчас. Ну, не сейчас, не сейчас, не сейчас. Так же Ивана люблю, но это мне не свойственно, как он сам сказал. Любить Ивана мне не свойственно, но приходится. Да. Вот. Детей. Ну, вот, единственное, я немножко иначе бы одевалась. Это я сейчас, как валюха, прикинула. Да, отлично, вы прикинулись. Да. Мы вас такой прикинутой и обожаем, на самом деле. Да. А так много у нас общего с ней. Спасибо вам большое за этот образ. Спасибо вам. Спасибо вам за вас. Спасибо. Вот, мне кажется, что вот этой теплоты, о которой сейчас говорил Татьяна Акравченко, абсолютно не отрепетированной, вот этой теплоты не хватает образом, пусть даже суперзвездам в голливудских фильмах. Да, это правда. Вы знаете, я думаю, что любой фильм имел бы бешеный успех, если в него добавить Ивана и Валюху. Мы прямо сейчас попробуем это сделать. Но, поехали. Где-то на самом краю страны. Где на пляже вам всегда продадут чурчхелу, пахлаву и даже йо-хо-хо и бутылку рома. Где над каждым нависло проклятие Массандры. Из морской пучины появляются они, морские дьяволы на желтом банане. Смотрите, сваты Черного моря. Фильм, основанный на реальном фильме. Ему море по колено, она непотопляема, как айсберг. Скоро во всех кинодиатрах страны кино, которое тонет, потому что хорошее. Титаник. Возвращение в Кучугуры. Когда жировка за ноябрь, как снег на голову. Когда жена требует шубу не из вредности, а от холода. Когда авоська за окном заменяет холодильник, можно и озвереть. Смотрите мультфильм, от которого стынет кровь. Сваты ледниковый период. Мутанты уже давно среди нас. Он умеет прикидываться шлангом, а она видит его насквозь. Она родилась с пропеллером в одном месте, а у него с детства в этом же месте шило. Они разные, но чудовищная сила тянет их друг к другу. Скоро во всех кинотеатрах люди Хэ. Хорошие люди. Если все вокруг, как планета Пандора. Если особи общаются звуками шо и тюк. Если в день получки мужики видят драконов и разговаривают с деревьями, не пугайтесь. Это обычная деревня. Смотрите до посинения. Аватар. Кучугурская история. Ну и наконец, чтобы веселить людей, им не нужны ни спецэффекты, ни каскадеры. Дамы и господа, Федор Добронравов и Татьяна Кравченко. Ваши аплодисменты. Дорогие друзья, это еще не все. Не все, не все. На самом деле все эти аплодисменты за те подарки, которые вы уже вот пять лет дарите нашим зрителям. Спасибо вам большое за это. Но мы подготовились, у нас целый список подарков. Сейчас мы вас будем торжественно награждать. Конечно. День рождения без подарков не бывает. Итак, Татьяна, внимание. От работников Минского завода электроприбором мы вручаем вам автомобильный навигатор «Будь». С ним любая дорога превращается в приключение. Внимание на экран. Через пятьдесят метров поворачивай налево. Налево, я сказал. Да не башкой, друзья, а рулем. Вот. Теперь прямо двести метров. И газу давай, что-то как Газпром ядрит твое налево. Да куда ты повернула? Кто сказал налево? Лучше б я на автобусе поехал. Нет, лучше б ты на автобусе поехала. Тормози, приехали. Вручайте. Вот он, этот тайнички. Далее, далее. От фабрики ковров и ковролиновых изделий города Ташкента Валентине Будько. Мы вручаем ковер с оригинальным названием «Муж и жена. Одна сторона». На одной стороне которого выткана Валюха, а на второй Иван Будько. Раз. И. Покажите, пожалуйста, Будько. Два. Если шо, можно даже укрыться. Я к покрывалам. Так, это еще не все. Ивану Будько, кружок стеклодува в городе Житомира, просил передать вот это. Вот. Несите это. Несите. Как видите, стеклодувы Житомира уже завязали. Она завязана. Да, чего и другого, и этого же и другим желают, собственно. Браво! Замечательно. А теперь следующему герою, Федору уже добронраву, от автомастерской города Тольятти, мы вручаем автосигнализацию с уникальным сигналом. Поверьте, с ним ни один злоумышленник к вашей машине не прикоснется. Вот, нажмите, нажмите. Так. Ты куда полез? Ты куда полез? Ты куда полез? Скотобаса! 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 А ну, глаза не сломают! А ну стоять, а ну стоять, а ну стоять, а ну стоять, а ну стоять Что? Ласки забегали, как у таракана А ну стоять Уникальным актерам уникальные подарки и не менее уникальные аплодисменты Татьяна Краченко, Федор Доброграмов, спасибо вам большое Спасибо, спасибо Евгений, я вообще считаю, что каждый праздник, в особенности наш праздник С каждой минутой день сватов набирает обороты и обрастает своими традициями И предлагаю вашему вниманию следующие традиции Например, к этому дню каждый сват должен посадить дерево, построить дом, переселить в дом детей и посадить внуков на дерево Отлично В этот день принято наряжать внуков и плясать вокруг них на задних лапках Дедушкам и бабушкам запрещается работать, особенно пилить друг друга Сваты, принимающие гостей, накрывают богатый праздничный стол И чтоб не хуже, чем у других сватов в прошлом году На самом деле, друзья, вы знаете, как стали сватами семья Будько? Ну, в сериале нашем было не показано, но произошло это точно тогда, когда к ним сосваталась семья Ковалевых И лично я уверен, конечно, что идейным вдохновителем и главным организатором была скромная, тихая и нетерпящая возражений женщина Ольга Николаевна Ковалева За работу! Что делать, Оля? Шопинг Да полный шопинг, Оля! Смотрим А вот это ты не дала? Деревня! А Полинки? Он при мне ни капель себе не позволяет Ну сейчас-то он не при тебе Никого нельзя намазывать, особенно директора лагеря Дорогие друзья, встречайте заслуженная артистка России Людмила Артемьева Класс! Красота! Вообще! Благодарю за комплименты, благодарю вас за авансы, благодарю за то, что вы собрались в этом зале Благодарю, что вы терпите нас уже который сезон С удовольствием! Отними свой персонажа Женечка, я вас только прошу и заранее тоже вас благодарю Никаких фотографий, хорошо? Договорились? Никаких телефонов Никаких фотографий Пожалуйста, да Распишитесь, пожалуйста, на телефоне мне Ничего С Евгением и договаривались Я вообще нашла много других мест, на которых можно оставить свою метку А что мне делать, если я фанат? Ну попросил расписаться, конечно Между прочим, в адрес нашего канала приходит очень много писем от фанатов, от любящих фанатов И даже в стихах приходят, я вам так скажу Начинайте Зачитаю, да Значит Я просила хирургов пластических мне исполнить мечту, сделать чудо И теперь идеально, практически, я почти как Артемьева Люда Не знаю, как это Это еще не все Не знаю, не знаю Мы больше не бегаем в школе, не курим в дворах по соседству Спасибо вам, бабушка Оля, за наше счастливое детство Вот это прекрасно Как первый луч солнца весеннего, мне Ольга в сватах улыбнулась Спасибо, Людмила Артемьева, за нашу счастливую юность Чудесно Какие возрасты сейчас будут? Да, практически Сватов, я скажу как продюсер, 15 сезонов осталось Земной вам поклон, тетя Люся, за нашу безбедную старость Что можно ответить на это, так сказать, поэтическое излияние Только какими-то тоже поэтическими фразами Ну, например, из меня раннего Я от имени опять-таки, Ольги Николаевны Мне пишут стюардессы и полковники Врачи, учителя, даже готы Я очень уважаю всех поклонников Но, вот поклонники поэта, это что-то Это что-то, действительно Это что-то Это что-то, ребят Я предлагаю, дорогие друзья Сейчас, Евгений, закончить все-таки поэтическую страничку Сейчас на сцене появится персонаж Так О котором, да О котором мы три сезона слышали В четвертом увидели А в пятом, вместе с Ольгой Николаевной Полюбили как родного Сан Саныч Биркович Хочешь, чтобы все пальцы остались? Ну, убери Батарейку взяла Боначки не хочешь? Теперь мне напишут, что ректор, что карьер Позор тебя берешь Пробежку совершал У меня два высших образования Это в каждом переходе можно это образование купить Я вас помню Я все софнул Какой-то сумки, а вот так рисковать Сумки, любимая женщина Все, все снимаем Все Бруки? Бруки в первую очередь Друзья, встречайте Александр Пеклистов Пекло опять Трудно дышать Трудно дышать В тени уже тридцать пять Бруки в первую очередь Бруки в первую очередь Бруки в первую очередь Нас Нас Оно зовет Чтобы волной Встретить нас в море Ты рядом со мной Я рядом с тобою Одной здесь другой И солнце другое Отпускное Куплю я Два билета в лето в день рождения И в заявлении шлепну подпись и печать Ведь в этот лето в кабинетах В преступлении И за него потом придется отвечать И вот лежу своим Любуюсь отражение А волны в море Словно голубой экран И знай, уверен я До продолжения Ждет наш уродный Недописанный роман Людмила Артемьева, Александр Пеглистов Добрый день Здравствуйте Вы не стесняйтесь? Нет, мы не стесняемся А немножечко стесняемся? Немножко стесняемся, конечно Я по этому поводу хотел задать вопрос Александр, вот скажите Вот вы позже других появились в сериале «Сваты» Там что, дедовщина? Не могу передать, какая Да? Да Вас бьют? Бьют, заставляют подпиливать якоря Задувать лампочки, все как обычно Я рядом стою Хоть бы шо бы там Ну а потом, понимаете, я провел детство все-таки в Донецке Так что донецкая составляющая помогла А сейчас вы везде А что же вы стесняетесь-то? Сейчас в Донецке везде, даже в сериале «Сваты» Вот он, вот он Мы здесь Ну нормально А потом без такого протеже, как Ольга Николаевна, конечно, ничего бы не вышло Спасибо Это правда Мы вас поздравляем с Международным Днем Сватов И, естественно, хотим получить подарки от поклонников И вас поздравляем и ваше очаровательное протеже Итак, дорогие друзья Первый подарок Не просто подарок От коллектива «Швейные фабрики города Иваново» Подушка для путешествий «Объятие любимого» Электрики «Краснодарского края» Для любимой героини, которая каждый раз появлялась в кадре в новой шляпке Прислали торшер со сменными абажургами Ай, красота какая Боже мой, я даже не знаю, как реагировать на это Ну а что там, если дождь, можно и на голову надевать Да Александр Вам мы вручаем подарок От ассоциации спортивного покера Набор игральных карт «Сваты» Вечерами раскладывая пасьянс, вы легко узнаете, что вас ждет в следующем сезоне Внимание на экран Покажите нам крупнее Вот, 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 вот Вот так Вот Вот такие дамы Это еще не все Естественно Как ректору университета от ереванских коллег по цеху дарим вам лоток с дипломами И квитанцию о годовой аренде торгового места на центральном рынке столицы Именно это я и ожидал Спасибо А также лицензию от министерства образования официального дистрибьютора по продаже дипломов Естественно Так что теперь, что бы ни случилось с вашим героем, он сможет обеспечить и не только свою любимую, но и ее и многочисленное семейство Своих внуков Да И даже прав в ногах Александр Феклистов Людмила Артемьева Ваши аплодисменты Браво Спасибо Ну Продолжаем Да Знаете, Международный день святов отмечают не только взрослые, но и дети, естественно Естественно Итак, дорогие мальчики и девочки Сейчас мы с Евгением вас научим, как порадовать бабушек и дедушек в день сватов Итак Можно нарисовать открытку на обоях Попа уже через день пройдет, а память останется до следующего ремонта То есть на всю жизнь Идем дальше Дедушки и бабушки очень любят играть в игру «Это тебе на мороженое» Правила просты Показываете бабушке купюру и говорите, что это вторая бабушка дала на мороженое С удвоенной суммой подходим ко второй бабушке и проделываем то же самое Перед сном обязательно зайдите в интернет и почитайте, что такое финансовая пирамида Да Чтобы порадовать взрослых, можно показать им концерт А лучше закатить им концерт прямо в магазине игрушек В общем, делайте что угодно, главное не давайте бабушкам и дедушкам скучать Как все эти пять сезонов делает лучшая внучка нашей страны Женечка Евгения Максимовна Ковалева А что этому мусульману надо? Понятно Плиз А где стихи, цветы, поступки? Как раз с чучелом я сейчас не разговариваю, но оно и поднимает Вы уж простите меня, великодушный, просто так получилось Убедительная просьбочка, не отвлекаемся За пять сезонов, естественно, она немножко подросла И сегодня у нас есть уникальная возможность увидеть сразу двух женщин на одной сцене Итак, встречайте, София Стеценко и Анна Кошмал Я твой цветочек, твой милый ангелочек Пригрей меня разочек, прижми к своей груди Я твой цветочек и каждый лепесточек Тебя коснуться хочет, малыш не уходи Но вчера узнала Что любовь упяла Только сердце сжалось от тоски На куски На куски Лепестки Разрывает ветер Мне ответил ты Что остыл Что другую встретил Ею вредил ты Жёг масты Что есть я на свете Не заметил ты Держи, дружочек Ведь бывший твой цветочек Узнал твой адресочек И едет на такси Дверь на замочек Закрыта между прочим И ты привязан скотчем Прощенья не проси Но вчера узнала Что любовь упяла Только сердце сжалось от тоски На куски Лепестки Разрывает ветер Мне ответил ты Что остыл Что другую встретил Ею вредил ты Жёг масты Что есть я на свете Не заметил ты На куски Лепестки Разрывает ветер Мне ответил ты Что остыл Что другую встретил Ею 같ил Убредил ты Жust масты Что остыл Что есть я на свете Не заметил ты Что есть я на свете Не заметил ты Что есть я на свете, не заметил ты Что есть я на свете, не заметил ты Соня Стеценко, Аня Кошмал, Творческий Центр Парадис Так, давай так, раз ты будешь говорить, я возьму эти цветочки, подержу Не верь этому дяде, он их сейчас продаст На, 50 гривен Девочки, для вас, во-первых, это не просто сваты, не просто сериал и не просто день сватов, праздник Для вас это профессиональный праздник Как будете друг друга поздравлять? Ну, соберемся подевичью вечерком Да, погадаем на шестой сезон Да, Женькина с ужиного-ряженого А потом возьмем обоих лег и в кафе Все понятно Тогда вам сейчас еще один повод для праздника подкинем Да, на самом деле, друзья, вы прекрасно знаете, что в мире есть много кинематографических наград Есть за главную мужскую роль, за главную женскую роль, за мужскую женскую роль второго плана Но нет пока в мире награды за лучшую детскую роль Сейчас мы исправим эту вопиющую несправедливость Дамы и господа, София Стеценко и Анна Кошмал за лучшую детскую роль награждаются Призом Народной киноакадемии «Золотая жужа» Вот они Я хочу поблагодарить эту маленькую блестящую актрису за замечательную роль За замечательно сыгравшую роль Спасибо тебе, Соночка Ну а я хочу сказать спасибо, Аня, что подготовила моих родителей к тому, что из меня может вырасти все что угодно Это еще не все Девчонки, у нас есть подарки от ваших фанатов Итак, Аня, от коллектива Борисовской фабрики музыкальных инструментов Мы вручаем тебе эту замечательную косметичку Нормальная, главное удобная София, от Союза бабушек Украины Примите, пожалуйста, в подарок этот замечательный вязаный чехол для айпада Ну он крупный, ты малюсенький, иногда можешь сама надевать Аня Кошмал за Фия Стеценко Спасибо! Браво! Вы знаете, на самом деле интересная история появления сериала «Сваты» Многие не догадываются, что первые попытки написать сценарий предпринял еще Вильям Шекспир Да, ну вот, цитата Две равноуважаемых семьи Вероник, где встречают нас в событии, ведут междоусобные бои и не хотят унять кровопролития Но, как вы помните, у Будько, Мантеки и Ковалева в Капулете до внуков там так и не дошло Все закончилось чуть раньше и поэтому до сватов пьеска не доросла Но мы идем дальше Самое известное произведение Виктора Гюго в Черновике называлось «Собор итицкой богомыши» Да Герой, которого мы сейчас хотим пригласить на сцену, впервые появился в произведении Рудольфа Распе Правда, жил он тогда не в Кучегурах, да и звали его барон Мюнхгаузен Последний деревенский романтик Кучегурский балабол Или как мы всей страной его любим называть Головное брехло Украины Дмитрий Александрович Буханкин Всем семейством пришли меня встречать На! Благодарность, Ваня, не изменит А почет в стакане не будь, говорит Точно твоя? Твоя! Не вертеть Да я не вертел, честное слово Встречайте Заслуженный артист России Николай Добрынин И заслуженный академический ансамбль песни и танца вооруженных сил Украины Под управлением Дмитрия Жанча-Антонюка Мы были самой во дворе красивой парой Нам даже бабушки оглядывались вслед Когда шел вечером с тобой, обняв гитару А ты шла рядышком, прижав к груди букет Когда шел вечером с тобой, обняв гитару А ты шла рядышком, прижав к груди букет Но календарь переворачивал странички И детство кончилось, и налетела грусть Когда я гладил на ветру твои косички А ты шептал, на перроне я дождусь Когда я гладил на ветру твои косички А ты шептал, на перроне я дождусь Мне на два года стала часть родимым домом А дом родной однажды ночью стал чужим Когда прочел в письме, я ухожу к другому А ты служи, но чем я это заслужил? Когда прочел в письме, я ухожу к другому А ты служи, но чем я это заслужил? Прошло полгода, и тоска сменилась болью А сердце бьет, и стуки его неумолим Когда я думаю, что мы лежим с тобой Я здесь под пулями, а ты там подруги Когда я думаю, что мы лежим с тобою Я здесь под пулями, а ты там подруги Когда я думаю, что мы лежим с тобою Я здесь под пулями, а ты там подруги Не улыбай, митяй! Здравствуйте Николаю Добрынину! Здравствуйте, мой хороший Да, на самом деле очень символично, что Митяй вышел на сцену В сопровождении людей в форме Да, вот интересно, Николай Николаевич Какие у вас вообще в жизни отношения, ну скажем так, силовыми структурами? Ну, дело в том, что у меня папа 25 лет отработал в милиции Я хотел стать милиционером, на самом деле Начальник бы не бричал Но стал артистом, и вот что И спасибо вам, и папе, что вы стали артистом Слушайте, а была, допустим, ситуация такая Вот останавливает вас гаишник, да, узнает Смотри, говорит, Митяй, да? Не было такого вопроса, а что это у вас документы на имя Николая Николаевича Добрынина? Нет, было по-другому Он останавливает, так, о, езжай Я говорю, ну документы, посмотри, езжай Я говорю, ну хоть дыхнуть дайте-то Езжай Я говорю, у меня техпаспорта нет Он говорит, а меня жена бросила, и что ты? Вот скажите, Николай Николаевич, если бы в жизни Вот вы встретили, ну, такого персонажа, а может, вы встречали, как Митяй Так Вот смогли бы подружиться? Я боюсь, это дружба до цирроза печени она была Да, какая была Ну, да, наверное, конечно, почему, веселый, хороший человек, ну, замечательный А как еще о себе скажешь? Ну, конечно, конечно Слушай, Вован, сфоткай меня, пожалуйста, с Николаем Николаевичем, на свой телефон только в жизни Почему на мой? У меня память закончилась Я просто за кулисами железняк встретил, поэтому Ты сейчас, мне кажется, разбудишь Николая Николаевича Митяя, тебе не кажется? Ничего страшного, я знаю человека, который может укротить Митяя Это супруга Дмитрия Александровича Лариса Буханкина АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Что? Ты что ж мещами разбрасываешься? Ты их покупал? АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Вы тут, Петросяна, из себя не горчите? Не хотите есть, не ешьте? Как это не ешьте? Мы заплатили А мы виноград тусим найдем, чтобы здоровее быть АПЛОДИСМЕНТЫ Меня как болванку на фрезерном станке сточило АПЛОДИСМЕНТЫ Что я там сточил? АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ А когда мама молодая, красивая, мужикам, а где тебе думать мне когда? АПЛОДИСМЕНТЫ Если вы прямо сейчас не ляжете в постель, я вам устрою такую бурю АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Вот это решила, да? АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Неповторимый, многие зарубежные страны ходят слухи, что они борются за право признать этот говор своим официальным языком Ну у меня много родственников в Узбекистане, поэтому говор получился такой Прекрасный Узбекский Хотя мы понимаем ваш узбекский язык, видимо вы его не очень хорошо знаете узбекский Ну да Знаете, есть еще одна особенность вашего персонажа, непримиримая борьба 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 Это по узбекски тоже Я тоже оттуда, непримиримая борьба с демографическим кризисом в стране Да, но это же правда, есть хорошая традиция, значит, в конце каждого сезона, значит, буханкины садятся и Леся говорит, все, я жду ребенка И так, и сезон, и сезон, они все время говорят о беременности, все время ждут и никак не дождутся Поэтому, мент-персонал роддома номер три города Нежина Внимание Желает сериалу сваты творческого долголетия и дарит вам подарок с прицелом на будущие сезоны Пойдем называть Красота Это не все, вот А профком Жлобинской фабрики игрушек дарит вам набор кукол сваты Пусть ваши дети воспитываются на правильных идеалах Да Это еще не все, друзья, подарки Митяю, внимание, от Луганской областной ячейки Коммунистической партии Украины мы дарим идеальный набор для заначек Полное собрание сочинений Владимира Ильича Ленина Поверьте, ни одной женщине это в голову даже не придет залезть в эти книги, уж тем более их перечитать или перелистать Это для Митяя А для Николая Николаевича Доврынина у нас особенный подарок Да, дело в том, что играя Митяя Бухамкина, который за свою жизнь почти нигде не работал, вы перепробовали очень много разных профессий Да, и на память об этой роли мы дарим вам трудовую книжку вашего персонажа с записями ваших реальных и воображаемых рабочих мест Вот так Какой-то развернительно Супер, спасибо, ребят Красота Красиво Красиво Ваши персонажи настолько популярны, что в народ уходят не только крылатые фразы ваших персонажей, а также одежда Предметы одежды, да Конечно Что есть, да Поэтому прямо сейчас мы представляем весенне-летнюю коллекцию от Ларисы и Митяя Бухамкиных Итак, поехали Дорогие друзья, внимание Костюм Король Жизни Наличие на голове шляпы, похожей на сомбреро, делает любой напиток в руке похожим на мохито Легким движением руки Король Жизни превращается в Макси Бикини Радость Бонифация Идем дальше Ансамбль Дачница Составлен из красной мужской рубаки и того, что не жалко Белые резиновые перчатки помогают пропалывать грядки с хирургической точностью К костюму идеально подойдет дизайнерская тяпка или другой роскошный инвентарь Униформа работника службы проката Для улучшения вентиляции в жаркий день при создании костюма использованы натуральные и ветхие материалы Узелки на головном уборе сделаны на память и позволяют вести нехитрую бухгалтерию Костюм богини идеален для обольщения соседей подачи Метрические полосы шириной 10 сантиметров позволяют мужчинам вычислить рост богини и свои шансы на знакомство Ансамбль «Морской волк» идеально подходит для кораблекрушений и выходов на берег Не рекомендуется снимать фуражку, потому что это превращает морского волка в костюм крымского забулдыги Боекомплект «Стерва» для решения локальных конфликтов с соседями Парик блондинки снижает интеллект до уровня, позволяющего идеально ругаться Платье свободного покроя позволяет идеально скрыть камень за пазухой, дулю в кармане или украденной с грядки патиссон Внимание, друзья! Костюм вечерний, веселенький, подходит для любых увеселительных заведений Потому что присутствие человека в таком костюме делает любое учреждение увеселительным Костюм «Бизнесвумен» деловая колбаса Легкая шаль одинаково подходит для того, чтобы душить конкурентов или связывать клиентов по рукам и ногам Отсутствие цветов личной жизни компенсируется их большим количеством на платье Ну и естественно мы приветствуем создателей этой коллекции Кутерье Ларису и Митяя Буханкины Дорогие друзья! Ваши бурные аплодисменты не только моделям, не только народно любимым кутюрье Но и нашим замечательным и всенародно любимым артистам! Браво! Олеся Железняк, Николай Добрынин! Евгений, я подготовился, попробую без запинок Пожар! Итак, матчмейка Ух ты! Кубеларстер Да вы что? Мегьё! Ничего себе! Хазэшахсизи! Извините! Казаментьеро! Владимир, это что, таблица футбольного чемпионата Румынии или что? Евгений, нет, я просто произнес сваты на разных языках мира На английском, турецком, немецком, венгерском Я не хочу обижать ваш венгерский, Владимир Давайте мы доверим перевод сватов профессионалам, хорошо? Тем более, друзья, что... Ну, вот я думаю, сейчас все похлопают Тем более, что сваты вот-вот появятся в Турции, в Болгарии и в Германии Это интересно даже мне Интерес вызывает вот что Как же будет шо на турецком? А тю тебе неинтересно? Тю еще интереснее, это был более сложный вопрос Евгений, все просто Сейчас все, собственно говоря, и с тобой увидят и услышат Внимание на экран Сваты по-болгарски Поехали Оп! Всичко? Сега отиваме в раздел при маке Оп! Здравейте! Гибон, вид обикновен, разред ленивци Същество спряло на половината път между човека и маймуната Оп! Яде, пие и никъде не работи Гибон, свободен! Абонирайте! Мне кажется, мужчина в турцах понятен от зим языка Объясни! Да! Итак, внимание! Зватый турецкий вариант! Абонирайте! Абонирайте! Нет, рано. Сейчас будет самое смешное. Сваты немецкая версия. Ваня, was machen wir eigentlich? Wir rächen uns. Der Alte hat Herzprobleme. Jetzt wird er auch noch krank werden vor Neid. Hörst du das? Juri, hörst du das? Die sind sowas von schamlos, diese Leute. Verdammt! Das konnte ich doch nicht wissen. Ich dachte, die würden, aber stattdessen... Ja, hast du wohl gedacht. Los geschlafen, du Rächer. Wie sieht man, swaty одинаково смешные на любом языке. Ja, ну, на самом деле существуют моменты, которые абсолютно не нуждаются в переводе, потому что, когда звучит песня, душа у человека так разворачивается, что все понятно без слов. Да, встречайте. Татьяна Кравченко, Федор Добронравов, Людмила Артемьева и Александр Феклистов. Занавесочки! Ещё и Филин не кричал в густом пролесочке, А я задёрнула все занавесочки, перебрала постель, отдринула засов. Ну, что ж ты не идёшь, моя любовь, перебрала постель, отдринула засов. Ну, что ж ты не идёшь, моя любовь. А за окном стеною лес, ночь нелюдимая, надела платьице твоё любимое. Накрыла стол горой, дорисовала бровь, ну, что ж ты не идёшь, моя любовь. Накрыла стол горой, дорисовала бровь, ну, что ж ты не идёшь, моя любовь. Забыл, как стёжку в рот оптал, ногами в осени, как губы целовал, игрался с косами, или разлучница заворожила кровь. Ну, что ж ты не идёшь, моя любовь. Или разлучница заворожила кровь, ну, что ж ты не идёшь, моя любовь. Моя любовь. Моя любовь. Дорогие друзья, ваши аплодисменты! Кучугурская Абба, что в переводе означает ансамбль Берковича и Будько. Аплодисменты! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Итак, дорогие друзья, на самом деле, ну, в течение всех сезонов, всех пяти сезонов сватов, вы видели, ну, то, что видели, да? Весь сериал целиком. Но сейчас будет эксклюзив. Да, ну вот помните, как Джеки Чан снимал свои фильмы, да? И в конце на титрах показывал самые неудачные моменты там, ну, то есть, чтобы люди посмеялись немножко или погрустили. Ну, в сватах неудачных моментов нет, просто было что-то, что не поместилось. Да. Скажем так, мы вам, вашему вниманию, предоставляем фрагменты, которые не вошли в сваты, смешные и душевные. Подарок! Внимание на экран! И рассказать обо всем родителям, может быть, они помогут нам найти общий язык с Машей. Жень? Да, Жень. А ты, куда ты пошел? Вот я пошел! Чтоб вот это только Ольга не заметила. Еще на мою голову греха. Да шо ты вот это смеешь? Вот и телеван. Да здесь и ты тут тупик! Я тебе сейчас покажу, зараза, такую новую со временем. Здравствуйте. Здравствуйте. А шо на тебя нашло, Валечка? А ты у своего Вики, Вики, расспроси, шо на меня нашло? Мы вино. Град. А шо мы раскололи? А мы виноград. Расход топлива какой у нас? Пять литров? Нет. Пять литров на сто килограмм. Черт. Ну ладно. Экономичное. В игру вступает Ратова. Первое. Что ж ты делаешь с меня? Я же так вот сидит на меня и смотрит весь этот. Весь. Вот так вот на меня сидит и смотрит весь этот. Я чувствую твой глаз. И вот так, Валечка, всю мою жизнь. Да. Да. Ой, как омарики покусали наше дело. Да. Та уже ж ты стоп сказал. СМЕХ 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 А эти статы у нас тут по-моему все звучит как угрожаются. Ну, ка, Оля, твои пица. А ты закрой рот, закрой рот, в дальнейшем… Санкрыть тебе больше. СМЕХ Какие люди. Здорово. Катюшела. Какие места? Ну что, плохое слово. Стоп. Ну артикуляцию можно чуть-чуть потёщить? Как чувствую? Вот. Браво. Ваши аплодисменты. Сегодня действительно международный праздник. Это подтверждает тот факт, что к нам присылают письма с международными поздравлениями. Да, вот к примеру, Владимир Путин поздравляет любимый сериал и просит подыскать роль для друга. Потому что место вроде неплохое, да и Диму чем-то назанять надо. А Виктор Янукович заявил, что если Россия не пойдёт на уступки по газу, то он перекроет им сватов. Ещё посмотрим, кому хуже будет, естественно. Для общения на высшем уровне в сватах есть свои первые лица. Итак, друзья, это Людмила Степановна и Николай Николаевич Ковалёвы в исполнении великих актёров Ольги Аросевой и Владимира Зельдина. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ты не только не призывай ко мне, а то я помну твой печальный костюм. Всем раскачку взяли! Давай, что надо! Давай! Снимает у меня последнее здоровье. Валидор. У тебя с собой? Да. Тонечки. Прими. Я выиграла! А вот цифры это кто вырезал? Я Ну, это заметно Как тебе идет этот колпачок? А если бы у тебя по соседству была котельная, ты бы ночевала у кочегара? Чего вы сидите? А вы знаете, дорогие друзья, к сожалению, к сожалению, Ольга Александровна не смогла сегодня приехать к нам в гости, потому что у нее презентация книги, это важное событие в ее жизни, но Но, поэтому двойную порцию ваших аплодисментов и вашей любви получит легенда советского театра и кино Народный артист Советского Союза Владимир Михайлович Зельдин КОНЕЦ Садитесь, садитесь, что вы? Садитесь Здравствуйте, дорогие моему сердцу друзья Замечательное слово здравствуйте, значит, будьте здоровы Если существует волшебство в мире, то оно существует в кинематографе и в театре И я должен вам сказать, что я попал вот в этот мир волшебников Это мир группы сваты Удивительный высокопрофессиональный коллектив Это удивительная группа Я считаю, что мне повезло, потому что Я в небольших ролей в этой группе снимался и получал огромное творческое удовлетворение Но, дорогие друзья, поскольку у меня нет музыкального номера в этом фильме сваты То я вам спою Здравствуйте, я даже как-то вас не увидел, понимаете? Здравствуйте Извините, ничего страшного Это нормально Здравствуйте, Владимир Михайлович Здравствуйте, Владимир Михайлович Эта песня удивительная Она родилась во время войны Когда во время войны В это экстремальное время снимался фильм Реальная сказка Музыкальная Свинарка и пастух О дружбе, о любви И вот должен вам сказать, что эту песню Когда Москва была пуста Когда Мосфильм эвакуировался И фашисты Стояли под Москвой Мы заканчивали в это экстремальное время Фильм-сказку И песня о Москве родилась Вот в это время В экстремальное время В Москве, которую написал Замечательный комбазитор Тихон Николаевич Хреников И эта песня Ей 70 лет Спасибо Владимир Михайлович Мы не могли вас отпустить без подарка Поэтому ваши поклонники Прислали небольшой подарок Спасибо Итак, друзья От работников фарфоровой фабрики Имени Романовых Мы выручаем императорский сервиз Для первого лица сериала «Сваты» Спасибо большое Вообще сюрприз Это всегда приятно Мое молодое поколение Оно не избаловано Мы были всегда законопослушными Понимаете Я должен вам сказать Ну, скажите В зале кому-нибудь 97 есть? Нету, да? Ну, я должен вам сказать Что понятие возраст Это все-таки относительное Любви Все возрасты покорны Ее поврывы Благотворны Вот так Владимир Михайлович Зейдин Спасибо Спасибо Ты знаешь, Игорь, именно в такие моменты я начинаю понимать, почему вся страна влюблена в сериал «Сваты» Ну, потому что обычно американские популярные фильмы, ты знаешь, там пишут, фильм основан на реальных событиях Вот, а «Сваты» основаны на реальных людях Это правда Ведь на самом деле, ну, вот в каждом человеке реальные люди И кто-то сидит у экрана телевизора и узнает, вот это мой, вот это бутиков, вот у меня так же Вот Валюха, вот моя бабушка точно такая же Кто-то сидит и на Ольгу Николаевну думает, такая же четко, вот моя теща, сто процентов В Берковиче некоторые видят Берковича Да? Да, у меня у самого в кабинете два Берковича сидят Я тебе больше скажу, я когда узнаю про твои гонорары, даже во мне Беркович просыпается Бессовестный, алчный вы, Евгений, правда Сам мне бы Беркович в квадрате вам скажу Ну, вот «Сваты» очень популярны, потому что даже в интернете «Сватов» качают больше, чем нефти на Ближнем Востоке Это правда Кстати, в последнем сезоне «Сватов» одним из самых скачиваемых моментов Был музыкальный экспромт в исполнении вокально-инструментального ансамбля Под управлением... Черт, подожди, подожди Чего? Масловики-затейники, давайте идите в сторону Профессионал, профессионал вышел Все, в сторону Извините, извините Спасибо, спасибо Дамы и домохозяйки, хочу представить вашему вниманию Группу, я бы не побоялся этого слова «Виа», что в переводе означает «Валюха», «Иван» и «Остальные» Ну, так назвали, да? Хочу, значит, соло-гитара, художественный руководитель и вдохновитель нашего «Виа» А иногда и вредитель злостный Евгения Ковалева «Старшая» Прошу Так, за роялью у нас сегодня уникальная женщина Которая обхват рук, у нее 8 октав Золотые пальцы России Ольга Николаевна «Почти Беркович» Отлично Ритм-гитара, украденная в Кучугурском клубе Человеком, который может разрушить усе, кроме нашего, естественно, коллектива Мажор, минор, бекар нашей группы Дмитрий Буханкин, пожалуйста Ну, на бэк-вокале мы немного сегодня сэкономили Сегодня у нас бэк-вокалом занимаются сестры Гарлопановы Народные артистки Мордовии Значит, Валек и Ларек, если сокращенно За барабанами сейчас у нас тут будет прятаться Музыкант от Бога и Министерство образования Сан Саныч Беркович Ну и на Маракасах у нас сегодня будет играть Народная дюймовочка всех времен и народов 25 килограмм чистого золота Евгения Ковалева-младшая Ну шо, бременские музыканты Как говорил Гагарин Три-четыре Там, где клён шумит Над речной волной Говорили мы О любви с тобой Опустел тот клён В поле бродит мгла А любовь, как сон, стороной прошла А любовь, как сон, а любовь, как сон А любовь, как сон, стороной прошла Сердцу очень жаль, что случилось так Гонит осень вдаль журавлей косяк Четрем ветрам грусть, печаль раздам Не вернется вновь, это лето к нам Не вернется вновь, не вернется вновь Это лето к нам Ни к чему теперь за тобой ходить Ни к чему теперь мне цепи дарить Ты любви моей не смогла сберечь Поросло травой вместо наших встреч Поросло травой, поросло травой Поросло травой вместо наших встреч 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 Буквочек сделаем больших людей Дорогие друзья, над фильмом работали И это друзья только руководители департаментов Так что кому не назвали, пожалуйста Приглашаем на сцену Вы знаете, я понимаю, что Вова очень скромно умолчала Я молчать не буду, поэтому, дамы и господа Продюсеры и авторы идеи сериала «Сваты» Борис Шефир, Сергей Шефир, Андрей Яковлев и Владимир Зеленский АПЛОДИСМЕНТЫ Этот трогательный момент Итак, внимание, дорогие друзья Мы тут весь вечер говорили И хотели бы сейчас предоставить слово Нашему самому любимому режиссеру Андрюхе Яковлеву Ваши аплодисменты Добрый вечер, друзья Я вот вышел сегодня со своим младшим сыном В этом году пять лет «Сватам» и пять лет «Ваньке» В этом году То есть, глядя на него, что думается, да? Что для кого-то пять лет это много Для кого-то мало Для кого-то это целая жизнь Вот, вот так жизнь наша проходит Последние пять лет вместе со сватами Дома нас практически никого не бывает Практически никогда Растут дети Вот, поэтому сегодня я хочу От всех нас, от всей группы Поблагодарить наших родителей Наших жён и мужей Наших любимых, сестёр, братьев Всех тех, которые нас терпят И нас понимают Потому что, по сути дела Именно для них мы всё это и делаем Спасибо вам большое И с праздником нас всех АПЛОДИСМЕНТЫ Друзья, есть такая кинотрадиция Но об этом многие знают Когда начинается сниматься кино Разбивается тарелка Да, всей группой И каждая группа Разбирает по маленькому кусочку Да, с названием фильма Сегодня у нас Поскольку сегодня у нас праздник Поэтому и тарелка у нас сегодня Соответственно праздничная Вносите АПЛОДИСМЕНТЫ Давайте тарелку, друзья АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Давай Чтоб люди знали, что он не пластмассовый Это Ваньки А то все думают телевидение Да! С началом нового сезона нашего любимого сериала «Сваты». Ура! Дорогие друзья, на самом деле сейчас есть в любом праздновании, бывают разные моменты. Сейчас один логичный вопрос. Вот все мы с вами здесь стоим, но на этой сцене есть один человек, который не имеет никакого отношения к сериалу «Сваты». И не то, чтобы мы его не любим, и не то, чтобы мы его не уважали, но почему он здесь просто? Это просто вопрос от людей, ты видишь? Как это будет? Почему? Кто вы? Я кейтеринг, между прочим. Кейтеринг? Нет, не кейтеринг. Мастеринг я, нет? Нет, не мастеринг. Ладно, короче, ты встань ко всем, я сейчас покажу тебе, кто я. А ну, улыбочку, давайте. Стоп! Это очень важная миссия. Вот сейчас уже эта улыбочка, вот очень важная и главное слово, о котором сегодня весь вечер мы говорили, и все эти пять лет вся эта талантливая группа создавала. Уважаемые друзья, все поклонники сериала «Сваты», а других в нашей стране нет. Садясь у экранов телевизора, расслабьтесь, отдыхайте. И мы просим от вас только улыбочку, а все остальное сделают эти люди. Ну и все. Жека, фотографируй. Я мочу. Браво с праздником! Вот и стали дни короче, от дождей раздулись ночи, а душа никак не хочет это лето отпустить. Ну уж если нужно очень, то на память, между прочим, это маленький кусочек можно точно сохранить. Я возьму кусочек пляжа и курортного пейзажа, мне его не портит даже мой не втянутый живот. Ну а мне оставь немножко, как на глянцевой обложке, море с луною дорожкой, что ведет на небосвод. Ну и пусть наизусть все пейзажи и портреты, вся родня у меня будет днями изучать. Прикоснусь и вернусь в те закаты и рассветы, чтобы снова это лето улыбаясь вспоминать. Я булета взял с собою, легкий бриз и шум прибоя, но я понял, все такое, шо не взять наверняка. А вот я мужик практичный, так что мне все как обычно. Вечер с музыкой приличной и со вкусом шашлыка. А вот нет на память волны, ну и солнце на ладони. И конечно, чтоб огромный ждал арбуз на берегу. Ну а нам остались тучки, две недели до получки. И твою улыбку, внучка, я для нас приберегу. Ну и пусть наизусть все пейзажи и портреты, вся родня у меня будет днями изучать. Прикоснусь и вернусь в те закаты и рассветы, чтобы снова это лето улыбаясь вспоминать. Прикоснусь и вернусь в те закаты и рассветы, чтобы снова это лето улыбаясь вспоминать. Прикоснусь и вернусь в те закаты и рассветы, чтобы снова это лето улыбаясь.